Здравствуйте, уважаемые студенты! Темой нашей сегодняшней практической работы по дисциплине лицензирования и сертификации на транспорте является Основные понятия сертификации – система проведения сертификации услуг на транспорте. Разработчиком данной практической работы является Ассистент кафедры «Транспортная техника» и «Логистические системы» Укешева Алия Бакибаевна. Целью работы является углубление теоретических знаний, полученных на лекции по основным положениям о сертификации и лицензировании на транспорте. Давайте ознакомимся с порядком выполнения практической работы. Первое. Вам необходимо ознакомиться с кратким теоретическим материалом работы. Второе. Посмотреть дополнительное видео к практической работе. Третье. Дать письменный ответ на контрольные вопросы. И четвертое. Подготовиться к устному зачету. Согласно порядку выполнения практической работы, давайте ознакомимся с ее кратким теоретическим материалом. Итак, что такое сертификация? Сертификация. Сертификация – это процедура, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует заданным требованиям. Что такое лицензия? Лицензия называют особый разрешительный документ, позволяющий осуществлять определенную деятельность. Соответственно, лицензирование – это процесс оформления, продления и аннулирования такого разрешения. Процедура сертификации состоит из пяти основных этапов. Первый этап – подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию. Второй этап – выбор схемы сертификации. Третий этап – оценка соответствия объекта сертификации установленным требованием. Четвертый этап – анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата. И пятый этап – это инспекционный контроль качества и результатов оказания услуг. Давайте подробнее ознакомимся с каждым из этих этапов на примере сертификации услуг по ТО и ремонту автомобилей. Итак, первый этап – подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию. Для проведения сертификации услуг по ТО и ремонту автомобиля заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации с сопроводительным письмом. По требованию органа по сертификации к заявке предоставляется инструкция по эксплуатации оборудования, положение о контроле качества работ по ТО и ремонту, информация о применяемом технологическом оборудовании и сведения о квалификации персонала. Орган по сертификации рассматривает заявку и в 7-дневный срок с момента ее получения сообщает заявителю решение, которое содержит все условия проведения работ по сертификации. Следующим этапом является выбор схемы сертификации услуг. При обязательной и добровольной сертификации применяются схемы, предусмотренные госстандартом или другими государственными органами управления. При выборе схемы сертификации следует учитывать особенности производства, испытаний и возможные затраты заявителя. Третьим этапом процедуры сертификации является оценка соответствия услуг. Оценка соответствия услуг по ТО и ремонту автомобиля проводится в испытательных лабораториях или на базе заявителя, экспертами органа по сертификации с использованием его испытательного и технологического оборудования. При проведении испытаний осуществляется выборочная проверка от ремонтированных объектов автомобилей, если сертифицируются услуги по ремонту. Если вид услуг подходит по требованию обязательной сертификации, то оцениваются показатели безопасности объектов после ремонта или обслуживания. При добровольной сертификации услуг в основном оцениваются функциональные показатели. Количество проверяемых объектов и порядок их отбора определяет орган по сертификации в соответствии с нормативными документами системы сертификации. По результатам испытаний оформляется протокол, который направляется органу по сертификации, а ее копия – заявителю. Далее производится анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия. Данный этап реализуется органами по сертификации услуг после проведения экспертизы всех материалов и укладывается в срок не более пяти дней. При положительных результатах сертификации орган по сертификации оформляет сертификат соответствия установленного образца, осуществляет его регистрацию в реестре системы, в государственном реестре и выдает заявителю. Одновременно орган по сертификации выдает заявителю разрешение на право использования знака соответствия. При отрицательных результатах сертификационных проверок и соблюдении требований, предъявляемых сертифицированным видом услуг или отказе заявителя от оплаты работ по сертификации, орган по сертификации услуг выдает заявителю решение об отказе выдачи сертификата. Срок действия сертификата соответствия. Устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия нормативной документации на производство сертифицируемых услуг по ТО и ремонту автомобилей, но не более чем на 3 года. Предприятия и организации, прошедшие сертификацию в системе, имеют право применять знак соответствия своей документации, а также использовать его на вывеске, в рекламных проспектах и других материалах. Давайте обратим внимание на тему приостановления или аннулирования действия сертификата соответствия. Орган по сертификации может приостановить или аннулировать действия сертификата соответствия или приостановить право применять знак соответствия в следующих случаях. Это по результатам инспекционного контроля, при изменении нормативных документов, устанавливающих требования к сертифицированным видам продукции и услуг, а также при снижении качества сертифицированных видов продукции или услуг. 3. Информация о приостановлении действий или аннулировании сертификата соответствия доводится органам по сертификации до заявителя. 4. Аннулирование сертификата соответствия вступает в силу с момента исключения его из государственного реестра системы сертификации. 5. Повторная выдача сертификата соответствия на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с порядком, установленным данной системой. 6. В случае несогласия заявителя с результатами сертификации или инспекционного контроля, он может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Если заявитель не удовлетворен принятым решением, то он может обратиться в Центральную апелляционную комиссию. Решение Центральной апелляционной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь вам необходимо посмотреть дополнительное видео, которое соответствует теме нашей сегодняшней практической работы. Вас приветствует компания Astels. Сегодня мы поговорим про сертификацию услуг автосервиса и как она проводится. К нам часто обращаются с вопросами по сертификации автосервиса. Обязательна ли эта процедура? Что дает данная сертификация автосервису? И почему все-таки нужно оформить данный сертификат? В нашей стране количество транспортных средств растет с каждым годом. И спрос на их обслуживание растет вместе с ним. Это служит причиной того, что стало больше открываться автосервисов и станций технического обслуживания. Но из-за того, что открывается все большее количество автомастерских, владельцам транспортных средств становится труднее сделать выбор, где ремонтировать свой автомобиль. Поэтому приходится делать выбор наугад. Кто-то выбирает, исходя из позиции цена-качество, а кто-то детально анализирует множество сервисов, читая отзывы клиентов, а потом выбирает подходящий для него сервис. Однако, как бы тщательно ни происходил отбор, удостовериться в том, что услуги оказываются качественно, невозможно. Можно лишь на собственном опыте проверить качество оказываемых услуг. Дело в том, что сертификация автосервиса на территории Российской Федерации не является обязательной. Поэтому подтвердить качество оказываемой услуги никак невозможно. К сожалению, автосервисов и СТО, которые имеют сертификат, не так уж и много. Чаще всего потребители стараются обратиться в тот автосервис, где есть сертификат соответствия. И все же, что дает сертификат соответствия автосервису? Сертификация услуг автосервиса прежде всего необходимая для подтверждения качества выполнения работ. Это способствует повышению конкурентоспособности предприятия, а также для обслуживания гарантийных автомобилей, принятие участия в тендерах на поставку услуг крупным компаниям или государственным предприятиям, получение дилерских полномочий, страховые компании, заключая договора только со станциями, имеющие этот сертификат, для заключения договоров с юридическими лицами по обслуживанию автомобилей, для аргументации в судебных делах при обращении в суд нерадивых клиентов. Как же получить сертификат на услуги автосервиса, оформленный в строгом соответствии с законом о техническом регулировании? Мы ждем вас у нас в Центре сертификации. Сертификация автосервиса проходит поэтапно. Первый этап – это прием заявления от предпринимателя, далее следует выбор схемы подтверждения. Второй этап – это проверка соответствия автосервиса требованиям нормативов, наличие у предприятия соответствующего оборудования и квалифицированного персонала. И в конце принимается решение о выдаче сертификата или отказе. Далеко не все СТО соответствуют предъявляемым требованиям. Ну а выданный документ дает право вставить знак качества в квитанции, использовать его в рекламе. Потребители могут найти информацию о выдачном сертификате в специальном реестре. Копия сертификата также может размещаться на стенде в видном для клиента месте. В сертификате отражается информация об оказываемых услугах, срок действия, реквизиты компании с указанием ее адреса. Подтверждение соответствия стандартам в сфере обслуживания населения обязывает компанию придерживаться определенных правил и норм. Следовательно, услуги такого автосервиса всегда будут пользоваться большим спросом, чем у компании без официального свидетельства. После того, как вы ознакомились с кратким теоретическим материалом работы и с дополнительным видео, вам необходимо ответить на следующие контрольные вопросы, которые вы видите на своем экране. Ответы вы записываете в тетради и далее готовитесь к устному зачету. Первый вопрос. Что подразумевает собой слово сертификация? Второй вопрос. Из каких этапов состоит сертификация услуг? Третий вопрос. Какие документы необходимы при подаче заявки на сертификацию? Четвертый вопрос. Каким образом производится оценка соответствия услуг по ТО и ремонту транспортной техники? Пятый вопрос. При каких обстоятельствах результаты бывают положительными и отрицательными? Шестой вопрос. Какие бывают виды инспекционного контроля? Седьмой вопрос. При каких случаях приостанавливается и аннулируется действие сертификата? И восьмой вопрос. Куда заявитель может подать на апелляцию? Ответы к представленным вопросам вы можете найти в методических указаниях в практической работе, а также в видеоматериале, который вы сегодня посмотрели. Кроме того, вы можете использовать другие виды источников, а также лекционный материал, который был представлен вам ранее. На этом мы заканчиваем обзор на данную практическую работу по дисциплине, лицензировании и сертификации на транспорте. Сейчас вы можете приступать к выполнению задания по данной практической работе. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Спасибо.